Здравствуйте! Глумовское поселение дарит вам подарки. Спасибо. Так в Чеплогине встречали посетителей благотворительной акции «Спешите делать добро». В народных костюмах девушки дарили поделки из обычного продукта макарон. И как оказалось, неспроста. Получается, у нас рядом есть поля, на них пшеница, рожь выращивается. И поэтому мы решили такой сюрприз. Ну, коронок из муки делается. Вот поэтому такие сюрпризы. На выставке-ярмарке сюрпризов хоть отбавляй. Несколько десятков прилавков, и на каждом не только нужные и полезные вещи, но и изделия для души. Мы всегда приходим, каждый раз на благотворительный марафон. Что-то покупаем, помогаем. И детям, и семьям, которые нуждаются в этом помещи. Хоть немножко, но стараемся помочь. Эти деньги идут куда-то на какие-то добрые дела. В конце концов, может быть, кому-то это поможет. Может, ребенку в каком-то, может, в какой-то семье. Посмотрите, какая прелесть. Ажиотаж вокруг прилавков длился не более часа. Особым спросом пользовалась выпечка. Кроме хлеба, организаторы позаботились и о зрелищах. Уникальный экспонат благотворительного базара – вот это веретено. Сколько ему лет, затрудняется ответить даже его владельца. Но примерно дата его изготовления – до начала 19 века. Последний раз веретено видели в работе три года назад в Липецке. На нем пряли колыбельские бабушки. В этот раз в копилку добра поступило более 50 тысяч рублей. Это уже третья акция добрых дел в Чаплыгине. И единственная во всей области. Ее инициатор, глава района Николай Климов, рассказывает секрет своего рецепта доброты. Улыбайтесь друг к другу. Вот утром идешь на работу. И хотелось, чтобы улыбка была у женщин, у мужчин, здорового, и все прочее. Свою лепту в благотворительную акцию внес депутат Государственной Думы Николай Борцов. По словам его помощника Александра Старченкова, это не просто красивый поступок. В рамках этой акции Николай Иванович Борцов сделал свой взнос 100 тысяч рублей, который будет соответствующим образом израсходован по печатческим советам. Николай Борцов помогает Чаплыгинцам регулярно. Когда депутат узнал, что глава семьи Соболевых несколько лет прикован к кровати после аварии, а жена в одиночку поднимает двоих детей, не смог остаться в стороне. Нам, когда нужно было дорогостоящее лекарство, нам сделали это, помогли нам оформить. Даже когда муж попал в аварию, уже дали нам инвалидность, нам долго не могли оказать инвалидную коляску. И как раз приезжали представители нам в сельсовет. И я ходила. И нам сразу через две недели выдали инвалидную коляску. Облегчить чужое горе иногда бывает совсем просто. И не обязательно. Это должна быть материальная помощь. Многие нуждаются в элементарной поддержке. За три года работы акция «Спеши делать добро» в Чаплыгине была собрана почти 3 миллиона рублей. Помощь получили сотни семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Елена Логинова, Максим Лесников, Липецкое время.